Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Всем привет! Сегодня с вами Таисия Саваненко и я, Анна Кондрашова. И тема нашего сегодняшнего эфира – это модификация, изменение журналистики в целом. По тем будет много. Сегодня у нас в гостях руководитель регионального канала ТВС Галина Тюрнева. Добрый день! Здравствуйте, здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, межрегионального я бы попросила. Наш телеканал с федеральной все-таки лицензией на три региона мы сейчас работаем. И снова рада всех видеть в этой студии. Уже не первый раз, уже как дома себя чувствую. Но вы заявляли тему как реванш. Реванш перед кем? Перед чем? Потому что когда меня звали в эфир, говорили, сделаем реванш после моего первого эфира. Почему так? Ну, мы посмотрели эфир, он нам показался чуть-чуть суховатым. И вот нам, как студентам, хотелось бы побольше каких-то тем осветить. Вот, например, касаемо лично нас даже. В принципе, чтобы вы поделились своим опытом, задать какие-то, может быть, каверзные вопросы. Вот поэтому, собственно, и реванш. То есть мы не услышали то, что хотели бы услышать, наверное. Отлично. Я надеюсь, что сегодня на все смогу ответить, в том числе на ваши каверзные вопросы. Да, потому что я считаю, что этот эфир должен быть, который будет полезен непосредственно студентам и журналистам первого-второго курса. Тем более первокурсники у нас в этом году тоже такие же активные, как и мы были в свое время. И для них это все будет очень-очень интересно. Хочу отметить, что ваш курс, кстати, все называют одним из самых интересных. И прямо рада, что в этом году начала с вами работать. Я, кроме того, что руководитель телеканала на ТВС, журналист, телеведущая, еще и преподаватель. Поэтому такая маленькая вводная. Да, да, да. Галина является нашим преподавателем. Собственно, поэтому это очень яркая и интересная личность, которую очень хотелось позвать на эфир. Ну и начнем с первого вопроса. Самого такого, ну не скажу, что каверзного, но самого вызывающего дискуссию. Нужно ли журналисту образование? Отличный вопрос. Нужно ли журналисту образование? Ответ здесь однозначный да, но вопрос-то здесь стоит в том, какое именно журналисту нужно образование. Совершенно уверена, что не совсем важно становиться журналистом именно после журфака. Высшее образование, безусловно, нужно. Высшее образование расширяет ваш кругозор, делает вас людьми более образованными, более отчасти интересными. Дает какие-то софт-скиллы, навыки общения, навыки, знаете, планирования собственной жизни, расстановки дедлайнов. Потому что любое высшее образование нас в первую очередь как-то дисциплинирует, что ли. Поэтому для журналистов это качество исключительно важное. Они, безусловно, нужны. Но я знаю огромное количество медиа-менеджеров сейчас наших крупных в Иркутской области, которые, допустим, заканчивали ИСТФАК. Высшее образование, высшее образование. Огромный привет моим начальникам Станиславовичу Гольфарбу, Голоренчинчу Базархандаеву. Второй эфир про него вспоминаю. И вот у них как раз историческое образование, то и журфак они не заканчивали. Вопрос, для чего нужен журфак, ну это уже такое. Я закончила и специалитет, и магистратуру на журфаке. Причем магистратуру заканчивала здесь, в Байкальском госуниверситете. Ну, мне это многое дало, не знаю, как вам, по крайней мере, привычку читать, начитанность, знание литературы, русского языка, стилистики. Понятно, что самому ремеслу журналистов в университете обучить очень сложно и исключительно трудно. Все это приходит только с практикой. Ну, а мне кажется, что многое зависит и от преподавания тоже. Ну, это само собой. А вот если говорить о вашей команде ТВС, чувствуете ли вы разницу между журналистами, работающими у вас? Есть у них высшее журналистское образование или высшее стороннее? Либо вообще отсутствие такого высшего образования? Смотрите, это зависит от того, какую позицию они занимают. На самом деле, большой разницы нет, я в этом не чувствую. Мне сложно сказать, что человек, который, допустим, хорошо вписался в коллектив, хорошо выполняет те задачи, которые внутри коллектива ему поставлены, и в процессе, предположим, получения высшего образования, чем-то критично отличается от того человека, у которого уже один диплом, второй, третий, четвертый. История немножко не в этом. История, наверное, в том, насколько человек, в принципе, любопытен, насколько он открыт к этому миру, насколько он хочет работать, насколько он этой работой, ну, как бы неизбито звучало, горит в каком-то масштабе, да. Поэтому диплом, естественно, ну, я не знаю, я как работодатель, я не спрашиваю при приеме на работу, не говорю, покажите мне ваш диплом, ваш вклад в дипломе, как вы учились. Это, в принципе, в большой роли не играет, однако людей с высшим образованием действительно видно, наверное, как раз в первую очередь за счет этой какой-то грамотности, знаете, вот этой какой-то начитанности, грамотности, кругозора и так далее. Вот вы сейчас задели одну очень интересную тему, вот, работодатель, журналист, насколько вообще тяжело и реально студенту после университета прийти в редакцию и не быть там забытым? Слушайте, после университета приходить в редакции тяжело, я вам сразу скажу, вы уже взрослые люди, после университета в редакции, мне кажется, нужно приходить чем раньше, тем лучше. Понятно, что это не всегда легко совмещать с процессом обучения, не всегда легко будет посещать все пары или полностью участвовать в жизни редакции, однако я считаю, что чем раньше человек пришел на производство в СМИ, в телевидение, тем больше возможностей у него открывается для того, чтобы заработать себе имя. Ну а, как правило, в журналистике, в тележурналистике имя естественно монетизируется, естественно финансируется. Чем лучше вы себя зарекомендовали, чем больше вы себя проявили, тем больше вы будете зарабатывать денег, тем в большем количестве проектов вас будут приглашать участвовать. Я на телевидение пришла, когда мне было 18, это был мой второй курс, ну и, собственно, с этого момента с телевидения уже и не уходила, с 18 лет, да. А вот после университета, ну, конечно, немножко посложнее, потому что работодатель же смотрит не только на ваш уровень образования, он смотрит на ваш опыт, на то, что вы уже умеете делать, и никому из работодателей особо не интересно затрачивать свое время и свои силы, для того, чтобы заново-заново все объяснять, обучать. Как правило, сейчас вы прекрасно знаете, что на телевидении резко сжимаются штаты, и, возможно, того наставника, который будет с вами проводить большое количество времени, всему вам обучать руководство и не сможет выделить. Поэтому чем больше вы подготовлены, тем лучше вас примут. Но еще одна важная вещь – это то, насколько вы хотите быть включены в работу редакции. Естественно, вы не будете забыты, если вы не позволите о себе забыть, но это очевидно. Чем больше вы о себе напоминаете, чем больше у вас инициативы, тем больше шансов, что вы в редакции станете не просто журналистом, ведущим журналистом, с этим редактором и так далее будете продвигаться по вашей карьерной лестнице. Нельзя делать так, чтобы про вас кто-то в редакции забыл. Вы же журналисты, правильно? Вы должны как-то заявлять о себе буквально каждую минуту, каждый день и каждую планерку говорить о том, что именно вы здесь та самая звезда, которая, безусловно, нужна этой компании. А вот давайте сгенерируем такую ситуацию. Вот, к примеру, я ученик 10-11 класса, посещала курсы журналистики, там даже пару публикаций есть такие, ну, таким детским, скажем так, письмом написанные. И при этом я плохо сдаю ЕГЭ, и у меня нет возможности оплатить обучение на коммерции, я не поступаю, но я очень хочу быть журналистом, там, не хочу ждать год. Я прихожу в редакцию, говорю, мне там 17-18 лет, возьмите меня, я там буду вообще кровь из носа работать. Возьмут? Возьмут, если вы и правда кровь из носа будете работать. А если я почти ничего не умею? Если вы почти ничего не умеете, ну, соответственно, редакция на вас не будет нести большие материальные затраты, но, если вы сможете заинтересовать своего работодателя, свою редакцию, конечно, вас возьмут. Конечно, вас возьмут и дождутся того светлого момента, когда вы все-таки хорошо сдадите ЕГЭ, поступите в университет, всяческие будут вам в этом способствовать. Поэтому, я думаю, что здесь совершенно проблем нет. Все зависит от вашего желания. Огромное количество ребят приходит в 17-18, говорят, да, я хочу работать, мне очень интересно, мне нравится телевидение. Но буквально через неделю у них появляются какие-то другие дела, им становится тяжело, им становится неуютно, потому что, ну, естественно, как на любой работе себя нужно зарекомендовать. Если вы в какой-то момент сдаетесь и вам кажется, что руководство или редакция принесут вам все прямо на блюдечке, расскажут, как работать, выведут вас в люди, то нет, конечно, такого не будет. Все зависит от самого человека, насколько он заинтересован, насколько он хочет работать. Ну, это вот жизненно, потому что мы в том году ходили на Аист и, конечно, увидели редакцию с другой стороны, как все там происходит. Мы не осуждаем совершенно коллег в эфире, у каждого, ну, собственно, у каждого свой путь, да, давайте назовем это так. Однако, однако, ну, чем больше у человека, я считаю, что даже самую такую ретро-градную редакцию своим задором можно довести до того состояния, когда она вас начнет учить, начнет подтягивать. Это зависит от того, какое у вас количество этого задора внутри, насколько вам любопытно, насколько интересно. Ну, и плюс к этому каждый же может выбрать свою редакцию, не обязательно идти в какие-то такие, знаете, устоявшиеся жесткие коллективы, в которых уже ничего не изменить. То есть к этому тоже нужно быть готовым, и в конце концов у нас сейчас с вами столько возможностей создавать свои проекты, создавать свои медиа, большие медиа, приходить со своими классными проектами, которые будут монетизированы и вас обязательно возьмут. Потому что во многих редакциях сейчас как раз-то той самой инициативы, того самого креатива, возможно, и не хватает, того, которое могут принести студенты и молодые люди. Так, ладно, давайте еще один вопрос по образованию, и уже перейдем непосредственно к практике. Вы, как человек с высшим журналистским образованием, можете назвать разницу между практической журналистикой и классической журналистикой, которая преподается в университете? Почему я об этом спрашиваю? Так как она уже сказала, мы проходили уже практику, и я с высоты там всего-навсего третьего курса ощущаю колоссальную разницу между тем, что существует в теории журналистики, и что я вижу непосредственно на практике. Понимаю ваш вопрос, Таисия. Конечно, разница есть. Давайте посмотрим на то, по каким мы с вами учебникам, допустим, занимаемся журналистикой. В каком году они написаны? Журналистика супердинамичное направление. И, естественно, вряд ли какие-то научные работы выходят так же быстро, как обновляется журналистика. Таких работ нет, но я как преподаватель, сейчас говорю, не как сотрудник, как преподаватель, я считаю, что наша главная задача на журфаке подготовить каждого выпускника к тому, что когда он попадет в реальный коллектив, в реальные условия, он должен быть к этому готов. Основа журналистики знать, безусловно, нужно. Это база, которая всегда с вами останется. Вы сами сможете анализировать, насколько эта база применима к тому, что вы видите на работе. Но и практики должно быть очень большое количество, и должно быть очень большое количество, знаете, таких прикладных вещей, чтобы вам просто самим с этим справляться. Нельзя сказать, что из журналистского образования каким-то образом, допустим, можно исключить русский язык. Но нет, конечно, он нам нужен, он нам необходим для того, чтобы писать хорошие тексты и, в принципе, грамотно коммуницировать с нашими интервьюируемыми и другими коллегами. Нельзя сказать, что из журналистского образования можно исключить литературу. Я бы, наоборот, ее даже добавила, потому что чем больше мы с вами читаем, тем больше у нас рождается каких-то идей, тем лучше мы формулируем свои мысли. Но то, что касается практики, безусловно, она нужна, особенно она нужна в тех дисциплинах, которые, допустим, мы с вами изучаем. Я не понимаю, что такое теория тележурналистики, серьезно ее преподаю, но не знаю, что там может быть за теория, кроме трех слов про то, как создавалось телевидение, как все устроено, ну и, возможно, какого-то жанрового своеобразия, потому что жанры мы тоже должны знать. Поэтому примерно так. Понимаю ваш негативный опыт, но я думаю, что негативный опыт зависит не только от того, как ваше образование коррелируется с реальной работой на телевидении, ну и, в принципе, от, не знаю, каких-то условий, от того, в какой сейчас ситуации находится телевидение и так далее. В какой ситуации сейчас находится телевидение? В какой ситуации? Телевидение, как мы все, знаете, находится в такой себе ситуации. Мне кажется, телевидению иркутскому в том числе тоже очень нужно быстро мониторить ситуацию, нужно как-то вот внутри чувствовать, что меняется, и невозможно уже смотреть те новости, которые у нас выходили годами. Даже в новостях что-то нужно менять, хотя это основная информационная программа, аудитория наша стала гораздо более образованная, гораздо более такая тонко чувствующая, прекрасно понимающая, когда есть хотя бы намек на какую-то неискренность или еще хуже равнодушие со стороны журналистов к тому, что они делают. Примерно так. Я ответила на ваш вопрос? Да. Галина, а можно тогда сразу следующий вопрос? А вот как вы относитесь к блогерам и вообще являются ли они журналистом? Ну из теории вроде как да. Ну вообще в целом, что вы скажете про этих ребят? Слушайте, прекрасно отношусь к блогерам, замечательно отношусь к блогерам, потому что работая на телевидении, понятно, что тот контент, который ты сама больше всего любишь, тот скорее всего будут и любить, и ценить в аудитории. Я очень люблю блогеров, я считаю, что сейчас журналистика правда уходит в интернеты, допустим, все мои любимые тележурналисты, они сейчас на ютубе, их нету там в кабельных сетях, нету в цифровом телевидении, всех их можно увидеть на ютубе. Смотря что мы с вами называем блогерством, да, если мы говорим о том же самом тиктоке, в зависимости от разных каналов, есть совершенно разный контент. Некоторые простраивают свой тикток так, у них такое долгосрочное проектное управление и такое планирование долгосрочное, которого возможно нету там в некоторых редакциях даже. Это очень интересные ребята, за которыми правда интересно наблюдать, хочется ждать выхода их следующего ролика. Если мы говорим о ютубе, то тут сложнее их называть блогерами, но мы можем с вами того же самого Дудя, что-то второй раз его обсуждаем в этой студии, назвать блогером? Да нет, он журналист. Мы можем назвать пивовара блогером? Нет, он журналист. Напомните мне, кто у нас еще есть из модных ребят. Ну, если сравнивать контент пивоварова с Дудем, это диаметрально противоположный контент. Диаметрально противоположный по факту, но по сути-то это та же самая журналистика. По сути, это та же самая журналистика. Мы с вами должны в эфире предупреждать, что они признаны инагентами по решению Минюста России. Если мы говорим про пивоварова, если мы говорим про, скажи, Гордеевы, допустим, но это журналистика, это журналистика в чистом виде. Кстати, тоже признаны инагентами в Российской Федерации. Дудь тоже признан. Потому что именно они сейчас, знаете, держат руку на пульсе и так же быстро меняется, как меняется все общество. И в подаче, и в формате, и в том, что они говорят, и в том, как они говорят, они, наверное, более оперативны, чем телевидение становится. А вот вам не кажется, что, в принципе, ну, допустим, даже берем университет, вот в учебниках, как-то немного ущемляют людей, которые именно нацелены вот как раз-таки на ведение видеоблогов. Потому что, к примеру, я писала курсовую, я писала ее по обзорам, ну, там, на рестораны и так далее. Вообще не было никакой абсолютной информации, были пролистаны все учебники. И, по сути, пришлось самой что-то там сочинять, добавлять, вот такую вот уникальную курсовую создавать. То есть, ну, или это сделано специально, то есть, ну, то есть, что на блогера не надо учиться особо. Нет, ну, это же круто, когда вы можете уникальные продукты сами создавать. Нет, ну, просто что, вот, не кажется, что ущемляют как-то его преподаватели. Мне кажется, что сейчас пока еще не выросло то поколение с ученой степенью, которое может писать учебники, которые могли бы в этом хорошо разбираться и внятно объяснять что-то. Преподавать тот самый блогинг, о котором мы с вами говорим. Вот вы закончите университет, закончите магистратуру, может быть, вы напишите такой учебник, потому что вы в этом контексте жили, и вы, в принципе, этому сможете обучать, сможете рассказывать, как правильно, как неправильно, анализировать и так далее. Но, к сожалению, пока действительно, да, теоретической литературы, научной литературы нет. Это требует огромной работы, какой-то компиляции из того, что уже есть там, допустим, в интернете, каких-то небольших исследований, таких как ваша курсовая. Я не думаю, что это ущемление, я думаю, что пока до этого просто не доросло наше научное сообщество, пока там нет таких специалистов, которые бы могли написать этот учебник. Слушайте, ну, основа тележурналистики, учебник не обновлялся с 2000 года, 22 года прошло с этого момента. Как вы думаете, изменилась тележурналистика? Ну, конечно. Но почему-то никто не пишет новый учебник и не рассказывает, как сейчас на телевидении обстоят действительно дела. Это только, вот, знаете, преподавательский задор, который может подсобрать все это и попытаться вам объяснить без теории, без учебника, как все обстоит на самом деле. Галина, а вы знакомы с работой нашего медиа-центра? То, как здесь все устроено, чем занимаются студенты? Ой, я знакома с вашим прекрасно, очень долгое время, я знакома с руководителем вашего медиа-центра, но вот второй раз появляюсь у вас в эфире, поэтому сложно сказать, что знаю изнутри структуру. Ну, просто у меня был такой вопрос, как, по вашему мнению, как журналиста практика, стоит ли студентам проходить практику в медиа-центре, либо уже все-таки уходить в редакции? Я уверена, что нужно совмещать, видите, медиа-центр это ваша такая гарантия и база того, что вы точно сможете научиться обращаться с оборудованием, проводить вот такие вот прямые эфиры и вы как-то комфортнее себя чувствуете. Согласитесь, что если бы это был прямой эфир на телеканале, было бы тревожнее как-то нам всем там находиться, а здесь вы вроде как дома и свои навыки можете оттачивать. Ну, я совершенно уверена, что нужно совмещать и с работой на предприятиях, с работой в СМИ, может быть, со стажировками в СМИ, да, больше того, чтобы вы хотя бы поняли, нужно вам это или это все-таки не ваше, или лучше уходить в блогинг, в какие-то проекты, что сейчас более модно, либо вы хотите, правда, в классической новостной редакции продолжать свою деятельность. Ну, что ж, на этой ноте мы и закончим наш сегодняшний эфир. Галина, большое спасибо, что нашли в своем плотном графике время для нас. И всем пока-пока, до следующего понедельника. Пока-пока. Хорошего понедельника.